Приветище, это Планеткрафтер, и мы продолжаем, продолжаем обыскивать Марс, ну и, соответственно, озеленять его и ждать дождь. Дождь мы уже дождались в прошлой серии, и озеленение тоже, но сейчас я хочу большего, например, деревьев. Находимся мы, если ты не понял, где, возле третьего перевалочного пункта. Сегодня я хочу залезть в этот небольшой кораблик и, наконец-то, его зачистить, потому что в прошлый раз, когда я сюда пришел, до меня не доперло, что можно тут разбирать железные балки, о чем мне в комментариях благополучно сказали, подписчики, спасибо. И, кстати, не забывай подписываться на Яндекс.Дзен, все ссылочки в описании, если вдруг чего. Все ролики с Ютуба тублируются туда, так что не пропадем. Вот эти балки нужно разбирать было. Наконец-то я сюда попал. Что у нас здесь? Показываю, что у нас здесь. О, тряпки, отлично! Тряпки нам нужны для того, чтобы сделать... А у меня и места-то уже маловато. Тряпки нам нужны были для того, чтобы сделать вот этот вот, 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 сапоги ловкости Т2, которые увеличат мою скорость на 30%. Это, конечно, будет очень колоссальная скорость, прибавка к скорости, потому что у меня еще и теперь и ранец ракетный есть. Сейчас обшарим здесь ящики. Что, неужели пусто? Ну, что это за капуста, когда все пусто? Так неинтересно. Здесь я тоже уже... А, вот сюда можно пробраться. Давай разбирать. Все так обвалилось непонятно, что я думал тут тупик. Но нет, это тут лазейчика. Ух ты, тепловой генератор. Он здоровенный стоит. Его можно разобрать? Можно разобрать, но у меня, к сожалению, нет места для запчастей. Все запчасти здесь, конечно же, останутся. О! Маленький сундучок. Что в нем? Микрочип. Что оставить? Что забрать? Давай поменяемся. Железо здесь выкинем. Выкидывайся, железо. А микрочип возьмем. Как напрягать, когда сумка? Вроде бы и здоровая, но в то же время в нее нифига не вмещается. Здесь ткань. Ну, ткани... Давай мы, наверное, вот это выкинем, а ткань заберем. Чтобы наверняка мне ее хватило. Что, получается здесь все? Я весь кораблик обыскал. Блин, господи, как иридий светится. Даже свечи никакие нужны. Вот я отключаю. Вон, смотри, просто жесть. Как радиоактивный уран. Вроде бы, вроде бы здесь все. Несмотря на то, что корабль казался мне гораздо больше. Да, тут я тоже был. Все, на выход. Тогда на выход. Значит, мы сейчас с тобой. Делаем небольшой сундук. А лучше, конечно же, шкаф. Вот шкаф. Мы его вот здесь вот поставим. Вот и чудно. Сюда все скидываем. Вот иридий и прочее. Вот это нет, это не скидываем. Вот это скидываем. Это скидываем. Алюминий тоже скидываем. Теперь смотрим, могу ли я сделать себе Т2. Сплав есть, сапоги. Все чудно. Прекрасно. Обалденно. Шедеврально. Сапоги, скороходы Т2. Ускорение не 30%, а 25, по-моему, там написано. А, нет, 30. Ого, я теперь бегу, как невероятный флеш. Но я, правда, это не очень ощущаю. Прям вообще капец, как не ощущаю. Такое ощущение просто на спринтах. Ладно, значит, забили про сапоги и скороходы. У меня все равно есть летающий ранец. Ракетный ранец. Мы сейчас будем решать вопрос, что же за балки здесь у нас валяются и куда они нас приведут. Вот эти вот балки, они вон туда вот идут. Сейчас мы взберемся на самый верх и выясним. Помимо этого, нам нужно с тобой еще, знаешь, что сегодня сделать? Вот такую вот штуку. Это коллектор атмосферной воды. То есть он будет собирать воду нам. Возможно, питьевую. А может и для полива. Кто ж ее знает. Значит, вон там она, эта балка. Мы взбираемся сюда. Ооо, по текстуру забрались. Бывает, бывает, бывает. А еще, кстати, у меня горшки появились. Ты прикинь, я могу рассаду в горшки садить. У меня где-то тут горшочек был? Где-то здесь он у меня был. А что-то я его и не вижу, прикинь. А, вот он, вот он, цветной горшочек. Похож на бокал. Еще раз, вот. Показывай. Взрыв, кто не успел рассмотреть. Значит, нифига себе, как я высохнул. Ух ты, какой видок-то. Да, красота. Особенно, когда голубое небо и есть облака. Очень атмосферно. Значит, вон они, балки, даже наверху валяются. Я, конечно, не знаю, но у меня такое ощущение, что наверх-то мы навряд ли залезем. Так, ладно. Давай потихонечку спускаться. Тогда уж вот сюда вот перепрыгну. Есть вероятность, что я сейчас себе сломаю. Да, ноги переломал. Это не очень хорошо, но мы живы, тем не менее. И продолжаем бегать по этим балкам. Внизу куча. Вон ящик. Ящик. Но спускаться вниз пока не хочу, потому что вдруг я не заберусь сюда обратно. Это будет не очень круто. Опаньки. Опа. Оу. 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 Обломок корабля упал сюда. Здесь есть солнечные панели у него, кстати, есть. Смотри, какие здоровые. Возможно, это с орбиты упал спутник. Ну, может и не спутник, но солнечные панели для кораблей это... Ой, тихо. Для кораблей это не всегда как бы, ну, нормально. Обычно там на спутники какие-нибудь ставят, которые крутятся вокруг планеты. Очень длительное время. Ну что, сейчас мы залезем и узнаем, что это такое. Что это за обломки такие интересные. Мы же тут пролезем. Ой, сколько тут разбирать-то придется. Но, тем не менее, мы это сейчас все разберем и залезем. Есть коробки. Возможно, тут куча чертежей сейчас будет. Похоже, знаешь, на какую-то... О. Семена фасоли. Ну ладно, давайте соберем фасоль. Похоже на какую-то исследовательскую лабораторию. Если честно... Давай, проходи. Блин, ну прикольно тут, на самом-то деле. Я бы тут и домик себе сделал, если бы мог. Но я не могу. О, чертеж микрочипа, отлично. Обожаю находить микрочипы, потому что в них скрывается куча всякого интересного. Это не интересное. Кислород, куда же ты побрел без кислорода? Маньяк ты недоделанный. Здесь что, титан, титан. Все, кислород кончается. Еще один микрочип. Мы выбираемся сюда. И вот здесь вот останавливаемся. Все, стоим на месте. Мы сейчас переродимся. Ничего страшного. И найдем свои запчасти. Побежали. В этот раз я побегу, наверное, через низ. Потому что туда можно собраться. Через низ. Будем сейчас по лабиринту вот этому каменистому бродить. И заодно подберем сундуки, которые я видел сверху. Только вот по небу, где проход. Вот тут уже есть? Нет, тут нет прохода. А это что такое? Это серо? Железо? Алюминий. Смотри, сколько тут материал-то. Значит, кажется, вон там вот я сундук видел. А, нет, это кобальт. Здесь есть что? Здесь есть что? Здесь ничего нету. О, сквозь стенки прикольно смотреть, кстати. Офигенно. Но по факту тут бетон. Ну, в смысле, камень. Камень, камень, каменюга. Вот, пожалуйста, сундучок. По-моему, это тот сундук, который я видел сверху. Что тут в нем? В нем, в нем. Куча чего интересного. Ну, вот это давай заберем. Остальное мне пока не нужно. Не потеряться бы здесь. Я уверен, что тут есть еще сундуки, которые просто... Чего уровень гидротации? А, водички попить. Водички попить. Железо есть у меня? Есть. Но мне нужен еще кремний, чтобы... А, вот и кремний. Вот кремний. Кремний. Еще железо. А, нет, это кремний. Еще железо. Мы сейчас просто с тобой перевалочный пункт еще один сделаем. Что, это вода? Дождь пошел. Я думал, с гор стекает пару капель. Значит, перевалочный пункт. Давай-ка мы его сейчас здесь соорудим. Титана нету. Здесь есть титан? Нужен титан. Срочно, срочно, срочно. О, как ты меня выручил. Как ты меня спас. Наверх-то залезем? Залезем. Наверное, тогда перевалочный пункт наверху и сделаем. Почему я вообще бегу, когда у меня есть реактивная разница? Я мог просто пролететь всю эту дистанцию. Значит, вот. Строим вот здесь вот жилой модуль. Теперь ставим здесь дверь. Титан еще нужен. Блинский. Давай-давай-давай-давай-давай. Вот тут вот титан еще где-то лежал. Титан, 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 титан. Вот он, титан. Давай. О май гарбл. Двери, двери, двери. Блин, опять не успел сдох, прикинь. Ну что ж за дела-то такие? Все, готово. Но у меня проблемы с гидротацией. Нужен создатель. Вот он. Сейчас быстренько наплавим все водички. Пофиг, что криво встал. Кислородный капсул. Это бутылочка воды. То, что нужно. Пьем. Давай, попивай. И еще одну бутылку воды сейчас сделаем. И нужно захавать что-нибудь. Вот так вот. Все, чудно. С этим мы разобрались. Пошли дальше. Смотри, что у нас тут имеется. Вот это можно забрать. Еду я имею в виду. Железо восстановим. Потому что потратились на жилой модуль. Жрачка. Пестера. Семена нульно возьмем. Ладно, семена вообще в принципе надо собирать. Нужно же процветающую планету создать. Здесь у нас что? Вот это тоже заберем? Ага, ага. Вот это вот тоже забираем. Оп, оп, оп. И ткань тоже забираем. Кучу всего собрал, блин. И места опять критически маловато. Так. Во. Вот это я пропустил. Как это я пропустил? Титан. Вроде бы фасоль. Ладно, возьмем. Вроде бы все. Все я здесь обсмотрел. А вот смотри, сундук. Сундук? Какой-то... О, нифига себе сундук. Он, кстати, необычный. Тут можно текст какой-то даже написать. И сколько микрочипов здесь. Обалдеть. Или это мой... А, это мой сундук. Это ж я тут сдох-то. Блин. Я думаю... Что за ерунда? Так, что тогда оставим? Что оставим? Что оставим? Еды просто немерено. Давай, наверное, кобальт оставим. Кобальт оставляем. Чипы забираем. Все остальное пофиг. Ну вот, в принципе, мы выяснили, что это за балки. От чего они отвалились? Или кто их здесь делал? Оказывается, никто их не ставил, они не делал. Это просто отвалилось от спутника. О, как я упал-то резко, а? Значит, вернулся к перевалочному пункту. И нам нужно сейчас сделать в тобой важную вещь. Это экран чертежей. Для этого нужен кремний. Он тут где-нибудь валяется? Что это за фигня? Какие-то камни оранжевые. Кремний нашелся. Он валялся совсем рядышком. Экран чертежей. Бахаем его сюда. И начинаем исследовать все чертежи, которые мы с тобой нашли. Расшифровка. Получим новый чертеж микрочип скорости добычи Т3. Получим новый чертеж экрана картографировать. О, это очень классная штука. У нас карта, наконец-то. Получим новый чертеж измельчитель. Измельчитель для чего? И что-то еще мы открыли, но я что-то профукал. Что именно? Короче, смотри. Для картографии нужен микрочип компаса. Теперь ясно, для чего его вообще нужно делать. Ну, в смысле, компас. Дом, милый дом. И моя травушка тут растет. Кстати, нужно будет сейчас здесь построить нам с тобой ракетную вышку. Как зеленушечкой пахнет. Хотя мне ничего не пахнет в скафандре. Для того, чтобы построить пусковую платформу, нам нужен суперсплав Титана дофига. Сейчас будем разбираться, что у меня есть, что я с собой притащил. Кстати, я еще по пути нашел чертеж. Нам бы нужно его изучить. Еще один чертежонок. Получиновый чертеж. Лампа для освещения территории. Ну, как бы такое себе. Смотри, какие у меня тут красивые цветы. Как они распустились. Просто ляпота. Вот это, значит, мы убираем. А вот это вот садим. Пускай лучше у меня тут будет огромная куча цветов, чем эти лирмы. Лирмы просто водоросли. Вот, они похожи на водоросли. Значит, это тоже убираем. Это ставим. Все. Здесь у меня уже подросли продукты питания. Именно фасоль, грибы и баклажан. Это все собираем и заново садим. Теперь, теперь направляемся за суперсплавом. Забежим заодно еще в нашу пещерочку. Смотри, как она просвет... А, ну это не просвет. Это сейчас текстуры у нас упали. Вот он, кстати, осимий. Давай его соберем. Я пока что только знаю одну вещь, которую мы сможем из него собрать. Это разрушитель, измельчитель. Это серый у нас, осмений. И тут еще где-то сундучок у нас валялся в этой пещере. Вот он. Там тоже что-то у нас было. Удобрение. Вот это надо забрать. Вот это тоже забираем. Все это нужно нам. Получим новый чертеж. Экстрактор руды. О-о-о. О-о-о. Вот мы сейчас, наверное, его будем строить. Потому что руды нам чертовски сейчас не хватает. Особенно на домашней площадочке. Я же все здесь пособирал. Ничего здесь нет. А метеоритные дожди, я даже не знаю. А атмосферу нас будет, наверное, защищать. А все метеориты будут сгорать в небе. Как это происходит на земле. Поэтому сейчас метеоритных дождей мы не увидим. Итак, что нам нужно для добычи руды? Осмий, титан-алюминий и иридиевый стержень. Хорошо, что у нас достаточно... Хотя нет, недостаточно иридия. Раздобыл кучу иридии в той пещере иридиевой. Сделали стержень. Теперь нам нужно сходить за оспием. Он же оспи называется, правильно? Где эта штука? Вот эта... Осми, не оспи. Осми, осми, осми. Вот она у нас, красавчик. Давай я пару штук возьму. Нам этого будет достаточно. В принципе, все ресурсы необходимые я уже собрал. Можно строить. Наверное. Сейчас я проверю еще разочек. Значит, да. Для экстрактора руды. Можем уже где-то здесь поставить. Может, может, может... Вот где камень, горы. Где-нибудь там этот экстрактор поставить. Это, мне кажется, самое будет офигенное. Вот давай вот здесь. Смотри, вот здесь вот есть камни. Давай, 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 давай. Вот так вот разворачиваем. И вот. Ну вот же. Он добывает лазером. Ничего себе, ничего себе. А интересно, как он... А, он сюда будет складывать все. В контейнер. Ну, здорово. Надо бы еще таких буров понаделать, которые будут добывать мне ресурсы. Но, чтобы это все хорошо работало, нужно построить еще один ядерный реактор. С ураном у меня, как обычно, жопа. Будем сейчас его искать. Я очень много урана встречал там, где спутник упал. Просто огромная куча там его была. Блин, зачем я сюда залез? Я отсюда никуда не уеду. Никуда. Опа. Давай сюда-ка лучше. Давай, давай. Ты можешь. Ага. Сейчас мы так вот будем взбираться, 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 взбираться. О, отлично. Ничего себе. Нифига себе. Какая картина тут? Где очутился вообще? Покажи. О, господи. Какие страхи. С другой стороны этого корабля. О, ё-моё. Вот это я упал. Короче, смотри. Бежал вдоль вот этой стены. И нашел какую-то здесь пещеру. Какая-то странная пещера. Я даже не знаю, что здесь. Но было бы круто, если бы тут был уран. Который мне так дико нужен. И куда эта пещера вообще приведет? Я без... Офигеть. Смотри, что это за дверь? Это реально дверь какая-то. А можно туда как-то попасть? Это инопланетная дверь? Ну, человек такое не мог сделать. Офигеть. Разобрать может как-то? Нет, это такое не разберется точно. Может быть, выпустят какой-то DLC для дополнения, которое расскажет, что это за дверь. Но пока что нам непонятно, что это так. О, ящик. Ящик. Уран. 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 Это хорошо. Вот этот забираем. Водоросли нам не нужны. Ладно. На этом все. О, слушай. У меня же теперь реактивный ранец же есть. Правильно? Может, я смогу залететь вот сюда? Да. Здесь можно зайти. Тут даже вон лестница есть. Но, блин. Там двери закрыты. Там вон монитор какой-то. Мне еще дико интересно, что вон там. Там вот смотри, какое огромное пространство. Там наверняка что-то есть очень интересное. Это пустыня. И она очень бесконечная. Я думаю, смысла туда нет убежать. Поскольку и материалов там тоже нет. О, кислород кончается. Но у меня есть с собой кислородный баллон. Ладно. Давай-ка пробежимся вдоль. Смотри-ка. Пробежал вдоль. И вижу, что материалы куда-то вот сюда вот ведут. В эту красную пропасть. В красный кратер. Прям вот они сюда бегут. И вниз вон. Ухо. Типа ведут меня туда. Иди сюда за материалами. И мы здесь видим кратер усыпанный камнями. И здесь очень много материала. Очень много ресурсов. Возможно где-то есть ириди. Потому что все окрашено в красный цвет. Наверняка это признак ириди. Но пока его не видно. О, пещера есть. Да какой-то пещеры добрел. Хотя сложно назвать пещерой. Это не пещера. Но тут есть сундук. Давай посмотрим, что там у нас. А, фигня какая-то. Не буду даже трогать. Вон там сундук еще увидел один. Блин, мне кажется, что тут есть еще пещера. Что в этом сундучке у нас? В этом сундуке. Блин, уран. Мне нужен уран. Почему здесь нет урана? Короче, я думаю, что нам нужно перевалочный пункт здесь построить. А для этого мне нужен ты. Кремний. Вручай. Ты мне очень нужен. Еще один закуток, в котором спрятан сундук. Прям интересно, будет чертеж здесь, нет? Не, чертежа нет. Есть ириди. О-о-о-о-о. Бункер. М-м-м. Ладно, давай спустимся. Включимся. Сколько здесь шкафов-то? Сколько шкафов? Уран это хорошо. Забираем. Это тоже забираем. Как-то скудненько. Слушайте, я рассчитывал на большее вообще прям. Что-то подразочаровался я немножечко. Все, ладненько, нам нужно взобраться повыше и построить жилой модуль. Все, времени нет. Времени нет, жилой модуль. Жилой модуль. Титан. Титан. Есть где-нибудь титан? Титан, титан, титан. Вот он, титан, вот он, титан. Я не успел. Все, я задохнулся, я сдох. Эх, черт подери. Ну вот, значит, жилой модуль я построил со второй попыточки. Кислород можно наполнять здесь. И давай посмотрим, что скрывает вот эти два сундука. Иридии. Семя Шанга. Ну вот, неинтересно, а здесь что за сундучок? Ух ты. А, так это же мой сундук. Блин, вечно я путаюсь. Ну что ж, продолжаем. Продолжаем наше путешествие к этим горам. В надежде найти здесь какую-то пещеру. Это пещера? Нет, это расщелин. Оу, оу. Это какая-то расщелина. Ясно. Давай попытаемся взобраться на вот эту вот гору. Она, правда, прозрачная, но, тем не менее, позволяет это сделать. Ну вот, забрались на эту гору. Отсюда будет всяко лучше видно все. Ух, ух, тихо падать не хочу, не хочу, не хочу. Может, еще повыше разберемся на всякие пожарные, чтобы вообще все видеть. Так. Вот край карты. Мы его с тобой можем наблюдать. Наконец-таки. Вон там, смотри, какой кратер. Интересно, что же там внутри? На вулкан похоже, но нет. Ммм. Карта, в принципе, не такая большая, если бы можно было летать здесь на каком-нибудь своем корабле. Ну что ж, в принципе, здесь я все осмотрел. Можно отсюда уходить. Ну все, вернулся с вылазки. Знаешь, я забыл, забыл полные карманы урана, ириди и другой, батовый. Сейчас первым делом мы делаем, значит, урановый стержень. Дальше, что нам там нужно было для ядерного реактора? А, суперсплав и бутылочки воды. Ну, бутылочки-то мы делаем. Суперсплав у нас в песках там зарыт. Сейчас соберем. Все, ядерный реактор готов. Никогда в жизни так быстро ядерные реакторы я не делал. Оу, е. Теперь, теперь хочу я сделать, знаешь что, компас. Компас. Делаем лоб. А теперь нам нужна карта. Железо-кремний. Кремний у меня здесь где-то был. Кремний нет, но мы найдем. Вот он, кремний. Все, картография у нас готова. Все, получается, я сейчас увижу всю карту этой местности. Я же правильно понимаю? Куда-то надо воткнуть только. Вот здесь у нас будет карта. Давай посмотрим. На орбите нет спутника. Отправьте картографическую ракету в космос, чтобы получить сигнал. Ооо, ну вот, ну началось. Ясно. Ну что ж, будем, значит, спутник отпускать. А для этого понадобится нам вот эта вот штука. Пусковая платформа. Пойдем еще соберем титана, железо и суперсплава. Кстати, у меня здесь где-то вот желез, титан. Ну а суперсплавом все и так понятно. Просто забегаем в водопад пыли и песка. И здесь он где-то должен быть. Или я все уже пособирал? Да не, ну не может быть, что я все пособирал. Тут у него огромная куча валялась. Эй, суперсплав. Суперсплав, вот он. У него здесь просто огроменная куча. Как удачно я все-таки расположил свой жилой модуль. Значит, ракету запускать будем у вас здесь, вот на этом пустыре. Ставим. Как раз отличное место. Опа, нифига си, какая она здоровенная. Какая она огроменная. Я там ничего не заделал случайно. Получено достижение. Вы готовы уходить? Ну, я пока еще не готов уходить. Ракеты у меня все-таки пока что нету. Но вот эта конструкция, она очень внушает. Очень внушает. Уверенностью, что я скоро улечу. Красная кнопка. Запустить космос. Но нечего запускать. Что в компе у нас? А вот, собственно, и ракеты. GPS спутник Т1, который мне и нужен. Это что? Ракета с защитой от магнитного поля. Приманивает иридиевые астероиды. Дает глобальный бонус генерации давления, защищая магнитным полем. Коэффициент давления 1000%. Ничего себе. А это что? Ракета для притяжения астероидов. А, то есть астероиды все-таки еще могут падать. Приманивает, короче, астероиды. И дает глобальный бонус генерации тепла. Коэффициент 1000%. Угу. Ну, слушай. Ракету, в принципе, с GPS спутником Т1-то я могу сделать. Ракета есть. Суперсплав найдем. Микрочип с компасом сделаем. Ракетка у меня где-то... Вот она, ракета. Она чисто случайно у меня завалялась в шкафу. Я хотел ее разобрать. Чтобы получить ресурсики. Ее я нашел там же, где нашел и первую ракету. Все было рядышком. Короче, все. Делаем GPS спутник Т1. У-у-у. Моя первая ракета. Кошерно. Кошерно. Сейчас мы ее запустим. Только сперва надо сделать скриншотик. Ой, еще и вода кончилась. А бутылка с водой есть у меня? Нету. Нужно срочно сделать мне воды попить. Блин, ну круто же. Ну все, побежали ее запускать. Но сперва, сперва. Нам нужно посмотреть вот этот вот ящичек. Что в него добылось? А добылось... А можно как-то настроить что-то добывать? Или это написано, что сейчас в данный момент добывается? Так, добылась какая-то фигня. Ну ладно, пускай добывается. Ну все, я готов. Я готов к запуску. Нажимаю пуск. Ой, батюшки мои. Она взлетает. Ё, красотка. Полетела. Все, у меня теперь будет карта. Когда с радаров ты пропадешь, будет у меня GPS-навигатор. Ну все, она в принципе улетела. Высоко, далеко. И по идее... По идее... Пойдем спустимся. И посмотрим, есть ли у меня GPS-сигнал. С этой ракетой. С этой ракетой. Карта появилась у меня. Гляди, кручок. Карта появилась. А можно как-то перемещаться по этой карте? Прикинь, нельзя. Короче, я половину вот этой части вижу. Там вот корабль разбитый. Вот он мой жилой модуль. Это зеленое токсичное поле. Я брожу... Это вот сам водопад песчаный. А это мой жилой модуль. Ну почему карту нельзя перемещать? Это просто как-то... Че за стрём? Видимо, где я нахожусь, там и показывают. Если я картографический... Картографический монитор поставлю в другом месте, он будет мне показывать другую область. Я надеюсь на это. Ну а на сегодня... А, подожди. Мне же еще нужно... Хотел сказать, что на сегодня это все. Но еще не все. Мы же с тобой должны были сделать еще вот. Коллектор атмосферной воды. Коллектор атмосферной воды. Он очень здоровый. Встанет у нас желательно где-нибудь повыше. Может быть его на дом поставить? Смогу ли я это сделать? Жилой модуль? Да, смогу. И это будет отличное место для него. И опять энергии нет. Ну шо такое? Ядерный реактор. Открыть коллектор атмосферной воды. Да, здесь будет у меня наполняться вода. Ох, как здорово. Не нужно будет воду потом постоянно делать. Кстати, у меня опять проблемы с гидротацией. Нужно найти лед и выпить. Пошел дождь. Пошел. И по идее должна бы набираться вода в нашем коллекторе. Но к сожалению, поскольку электричества нет. Работать это не будет. Это прям прискорбно, да? Ты же не будешь работать? Неа, не будет. Ну неу-му-му. Ну тогда на сегодня будем закругляться. Очень много всего построили. Прям капец как. Еще очень много всего всякого интересного впереди. Если тебе нравится The Planet Crafter, ты хотел бы увидеть продолжение. И надеешься на то, что я отсюда выберусь. Я надеюсь, что я выберусь. Я улечу на своей какой-нибудь крутой ракете. Хотя, конечно, сомневаюсь. Не забудь поставить лайк под этим видео. И подписаться, если ты еще не подписан. И на Яндекс.Дзен тоже. Подпишись на всякий пожарный. Мало ли, что произойдет. Так что увидимся на роликах. Не на роликах, на которых кататься. А в смысле в роликах. Короче, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok